Здравствуйте! Все мы являемся свидетелями событий, которые сейчас происходят между Россией и Украиной. Но чтобы не вдаваться в подробности, чтобы не повторяться, сделаем так. Я вам зачитаю мой коротенький утренний текст, который я разместил в Фейсбуке, потом прокомментирую, а потом приглашу нашего сегодняшнего гостя, мы продолжим тему. Значит, текст был такой. Сейчас я вам его зачитаю. Потому что, если я правильно понял, то даже те, кто читали, читали либо невнимательно, либо каким-то таким своим диагональным чтением, либо, ну, бывает, плохо владеют русским языком и ищут знакомые слова. Друзья, как вы знаете, между Россией и Украиной разыгралась война. А это всегда гибель, боль, потери. Мы, как никто другие, знаем об этом, так как сами полтора года назад были скованы этим самым ужасом. Хочу напомнить, и в России, и Украине проживают наши с вами соотечественники. Исторически проживают столетиями. Когда вы публично поддерживаете ту или иную сторону, знайте, вы вредите своим соотечественникам. Как вы догадались, под соотечественниками я подразумеваю армян. Делать такое нельзя ни в коем случае. Вспомните 2020 год, когда наш народ был отдан на съедение азеро-турецкой коалиции, в том числе прокси из Пакистана и Сирии. Мало кого волновало происходящее и будущее Арцаха и армян. Поэтому усмирите свои красноречия, трезво оценивайте ситуацию и желательно оценивайте не публично. Я понимаю, что здесь среди моих друзей в Фейсбуке есть люди старшие и могут воспринять мои слова не совсем адекватно. И тем не менее, спасибо за понимание. Вот этот небольшой коротенький текст действительно восприняли не все адекватно, но я рад, что все-таки большинство людей поддержали меня и поняли, что я имею в виду. Ну, от всяких там провокаторов, провокаторов, конечно, никто не застрахован. Понятное дело, что найдутся те и с украинской стороны, и с российской стороны, которые вставят свои гроши, мелочь свою, чтобы выделиться. Я вообще не понимаю, а как вы себе все это представляете? У России своя правда, у Украины своя правда. Украинская страна мне говорит, я имею в виду армянскую украинская страна, говорит, чтобы я все-таки не юлил, а сказал правду. Ребята, в России мало кто знаком с вашей правдой. То же самое я хочу сказать и россиянам. Украинцам тоже мало знакома правда России. А уж после того, что произошло в 2020 году, когда мы остались наедине с силами зла, заметьте, за нас мало кто так рвал. Да им вообще было все равно, что там происходит, в каком там Арцахе, Карабахе. Было очень много проплаченных и непроплаченных людей, которые рвали за Азербайджан. В том числе на Украине таких много было. Баннеры везде развешивали. Поздравляем Азербайджан и так далее. И в России такие были. Правда, баннеры не развешивали. Но открыто с федеральных каналов поддерживали Азербайджан и высказывали всякие гнусности против армян. И армян Арцах, и армян вообще в целом. Были такие, они и сейчас есть. Поэтому я все-таки призываю вас здраво мыслить. Все мы знаем правду. Все мы знаем правду. Но я не могу говорить не потому, что я боюсь Зеленского или боюсь Путина. За 8 лет вы, наверное, поняли, что я ничего не боюсь. Я, конечно, живой человек. У меня тоже есть свои опасения. У меня тоже есть фобии. Но когда я говорю, я ничего не боюсь, это значит, что у меня нет каких-то таких политических фобий, что вот меня прижали, и я не могу ничего сказать. Нет, меня никто не прижимал. Абсолютно. Я боюсь за вас. Потому что и одной стране может быть плохо, и другой. И не потому, что это увидят российские власти, или это увидят украинские власти. Нет, им сейчас не до меня, не до каких-то там блогеров. Абсолютно. Наши враги с вами в Азербайджане, которые могут куски нарезать, красиво смонтировать, как они это умеют делать, и выдавать это России, Украине, их хлебом не корми, они это умеют делать и подают они это красиво. А потом сиди и доказывай, что я не верблюд. Теперь вы понимаете, к чему я вас призываю? Чтобы армянин, проживающий в России, думал, прежде чем писал и говорил, чтобы не навредить своему родственнику, своему соотечественнику, да и вообще простому человеку, обычному, аполитичному, в той же Украине. И наоборот, чтобы те не делали этого. Вот о чем я говорил. И, честно говоря, я удивлен тому, что мне приходится интерпретировать тому, что я написал. Казалось бы, я написал простенькими словечками, там у меня нет заумных фраз, у меня нет каких-то научных терминов. Я написал простенько, чтобы все поняли, даже те, кто плохо владеет русским языком. Но оказалось, что, увы и ах, на меня тут наехала даже небезызвестная Ирина Араян. Я, честно говоря, удивился. Она назвала меня шакалом, по-моему. То есть вот этот текст, который я вам сейчас прочел, я не знаю, что она там в нем такого увидела, но она назвала меня шакалом за то, что я не поддерживаю Украину. Я и не писал, что я не поддерживаю Украину, так же, как я и не писал, что я поддерживаю Украину. Но, тем не менее, Ира оказалась Ирой. Видимо, она забыла про годы розовой кофточки, когда я был один из тех инициаторов, устроителей, импресарио, который призывал всех устроителей, импресарио, отказаться от гастролей, устроения гастролей Филиппа Киркорова. Видимо, Ира забыла. Ну что ж, годы прошли, бывает, все мы становимся старше. Ну, шакал так шакал. Бог тебя прости, Ира. Ну что ж, сегодня у нас не будет как такового интервью. У нас сегодня будет беседа с небезызвестным уже нам Александром Лапшиным, блогером, журналистом. И самое главное, что он гражданин России и Украины. Поэтому я и хотел его пригласить сегодня, гражданина этих двух государств, узнать его мнение обо всем этом происходящем, ну и поговорить. Мы сегодня поговорим в форме беседы, никакого интервью не будет. Саша, добрый вечер. Добрый вечер, Вадим. Ну что скажешь, что происходит. Вот у меня буквально три недели назад в интервью спрашивали, будет ли война между Россией и Украиной. Я сказал откровенно, что война не должна случиться. Я действительно в это не верил. Но у меня была тогда, конечно, и оговорка. Я сказал, мы не знаем, что будет с Россией завтра. Поэтому в России сейчас такая политика, что особо за ней не угонишься. И вообще в России быть политологом или каким-то прогнозистом было бы глупо. Потому что сегодня одно, завтра может что-то случиться. Но это нужно быть, наверное, гениальным каким-то правительством, чтобы хотя бы тем же Жириновским, да, чтобы понимать, что будет у нас завтра. В общем, я не верил. А ты верил? Вадим, я тебе честно скажу, я не верил до последнего момента. Я даже, примерно, неделю назад публиковал статью, в которой, обсуждая экономическое положение, там инвестиции, это тоже одно из моих направлений, я сказал, что я оцениваю в 99% что войны не будет. Потому что, как сказать, к этому не было никаких серьезных предпосылок, в этом не было никакого логического смысла. То есть, исходя из формальной логики, вот нас, простых людей, наверное, не самых глупых в этом мире, которые прожили, ну, наверное, большую часть своей жизни и что-то в этой жизни понимают. Но, однако, мы не учли такое впечатление, что вот, может быть, чьи-то персональные амбиции. И для меня это, наверное, вдвойне трагедия, то, что происходит. Кстати, я бы вот повторил, Вадим, то, что ты сказал, что да, я тоже, как и ты, знаю, что происходит, и у меня есть довольно четкая позиция по поводу того, что происходит. Я бы, единственное, не хотел это обсуждать по тем же причинам, которые ты озвучил. Во-первых, по причине того, что я гражданин и России, и Украины, поскольку моя семья родом из Львова, и это львовские евреи, которые чудом выжили во время Холокоста, когда нацисты захватили Львов, и они эвакуировались и осели за Уралом в Екатеринбурге. И я там уже родился, и, соответственно, получил российское гражданство. То есть получается вот так. И у меня до сих пор довольно много родственников в Украине, у меня много родственников в России. Ну, сейчас меньше и там, и там, поскольку большинство из них либо в Израиле, либо в Америке, либо в Канаде, либо в Германии, но тем не менее. И обе эти страны я рассматриваю как свой дом. То, что происходит на Украине, я вижу вот и на телеграм-каналах, и в различных новостных выпусках, вот эти страшные кадры, эти сгоревшие тела российских и украинских солдат, разбитую технику, поврежденные дома в Киеве. То есть для меня это просто какой-то кошмар, потому что для меня свои и те, и те. И да, как ты правильно сказал, это какой-то кошмар. И чтобы немножко от этого оторваться, я по вечерам сейчас смотрю фильмы ужасов «Кошмар на улице Вязов» про Фредди Крюгера, посмотрел, и не так страшно. Да, ты понимаешь, вот люди еще не все могут разобраться даже. Это те, я имею в виду, те люди, которые мне пишут и высказывают свои недовольства. И хоть и меньшинство, но тем не менее. Было очень неприятно это читать. А где были, вот я сейчас не у тебя, Саш, спрашиваю. Это такой вопрос общий. Где были те же Меладзе, Дудь, Галкин и прочее, когда, скажем, это случилось в Нагорном Карабахе, в Арцахе? Все эти фосфорные бомбы. Вадим, я могу... Вся эта вот гадость, которая была в Арцахе. Где эти все артисты были? Почему никто не высказывал недовольства? Так оттуда все и начиналось. Вы понимаете? Махнули рукой на Арцах, и вот дальше все это и пошло. Вадим, я тебе скажу так. Даже бог с ними, с Меладзе, или же с ними. В моем блоге, в котором большинство все-таки, я имею в виду, аккаунт в Фейсбуке, Твиттер и все прочее, где большинство все-таки россияне, украинцы, белорусы, ну не армяне, там армян, может быть 10, 15, 20 процентов. Так вот, когда я рассказывал о происходящем в Карабахе во время войны, про все эти ужасы, мне очень много людей писали, я имею в виду русских, украинцев, белорусов, писали, Сань, ну ты надоел уже со своими армяшками. Ну, правда говорит, ну эти вот кавказские терки. И они были правы, я знаю, я понимаю. Я согласен, да, я согласен. Некоторые говорили более корректно. Ну что-то нам вот эту вот кавказню всякую вот это. То лучше расскажи там про пирамиды Египта, про истоки Нила, вот это вот интересно. Расскажи, как на бирже денег заработать. Это в то время, когда тысячи армян гибли во время войны, вот последней Карабахской войны. И когда я им пытался объяснить, ну как вы можете, там же вот такое происходит, они мне совершенно легитимно отвечали, ну послушай, ну армян своя правда, а Азербайджана своя правда. А нас вообще это не касается. У нас проблем здесь куча. У нас вот на 5 процентов газ подорожал. Счет пришел больше, чем в прошлом месяце. А ты нам про свой Карабах рассказываешь. То есть, в принципе, сейчас то же самое происходит с Украиной. То же самое. И плюс, очень многие люди, которые далеки от Украины, им по большому счету пофиг, что там происходит. Я даже смотрю по комментариям в своих соцсетях. У меня там очень много подписчиков. И я смотрю, что на Украину реагирует огромное количество россиян-украинцев, но на темы в Украине практически не реагируют армяне, жители Армении. Я не говорю про армян, там Киева. Понятно, что там ужас и депрессия. Но армян Армении, ну это постольку поскольку. И я это тоже понимаю. Поэтому мир жесток и циничен, Вадим. Да, я вот хотел, кстати, у тебя спросить, как в Армении это все оценивают? Ты все-таки там бываешь на улицах? Что говорят, что слышно от простых людей? Я бы сказал так. Молодежь это вообще не очень-то интересует. Вот я бы сказал, до 25 лет вообще где-то это все происходит очень далеко. Не с ними, но где-то вот примерно в районе Южной Америки. Те люди, которые постарше, опять же на две категории разбиваются. Есть те армяне, которые так или иначе связаны с Россией, с Украиной. То есть там либо родственники, либо сами жили-работали, либо они просто там серьезно образованные люди, интересующиеся. Это как бы одна из категорий. И другая категория, которым тоже абсолютно все равно. То есть я бы сказал так, что в Армении вот эта вот тема беспокоит, наверное, ну процентов 30 населения. Серьезно беспокоит. И беспокоит она в том контексте, а что будет с Арменией? Потому что, естественно, что последствия этого скажутся на Армении. Вопрос к лучшему или к худшему. Как мы понимаем, как гласят законы Мерфи, если вам кажется, что дела плохи, скоро будет полный трындец. Вот. И армяне вот этот черный юмор очень хорошо знают. Поэтому ничего хорошего от этого не ждут. Есть такие мнения, что... Видимо, армянская диаспора немножко иначе думают. Им наплевать не только то, что будет там с армянами в Украине или в России, но и тем более, что будет с армянами Армении или Арцаха, им вообще все равно. Потому что каждый отстаивает здесь свою точку зрения. Ну, я тебе могу сказать так, не знаю, это обрадует или не обрадует, что еврейские диаспоры тоже к Израилю относятся так. Да, да. От страненок покровительственно. То есть, когда Израиль бомбили, нам звонили друзья из Америки и говорили, ну, что там у вас происходит? Ну, вы там держитесь там это. Ну, говорю, да, вашими молитвами. То есть, я это все прекрасно понимаю. Я уже сам стал циником и ничего ни от кого не жду. Ну, евреи тоже такая... Народ такой диаспоральный, как и армяне. И они всегда рвут за ту страну, где обычно живут. Поэтому здесь армяне в этом плане очень похожи. То есть, те евреи, которые в Украине, конечно, они будут отстаивать интересы Украины, да. Те евреи, которые в России, будут отстаивать интересы России. Хотя президент Украины сам тоже еврей, но тем не менее, Израиль не пришел на помощь. Бог с ним. Почему, как ты думаешь, никто не пришел на помощь Украине? Ведь столько было всяких встреч, столько друзей вокруг. Запад с нами. А уж Турция с Азербайджаном чуть ли не пятки там лизала этому Зеленскому. Где они все сегодня? Ну, мы же знаем высказывание Черчилля, да, что у Великобритании нету союзников. Есть интересы, да. Ну, я в сокращенной форме это говорю. Это относится к любой стране мира. Что такое Украина для Турции? Да, в общем-то, ничего. Бедная страна третьего мира, которая поставляет, скажем так, живой товар, то есть девушек, которая поставляет руду, уголь, ну и все такое. То есть страна, страна такой утиль, да. Смысла в ней нет никакого. Индустрии подходящей там нету. Сотрудничать по полной программе им сложно. Советская индустрия разрушена, новая не создана. То есть это Украина для Турции, как и для Азербайджана, это некий такой плацдарм в СНГ и плюс в Европу. Но не более того. То есть если кто-то на Украине всерьез думал, что Турция и Азербайджан будут за них топить, что называется, была большая ошибка. Как мы теперь заметили в день подписания Туркманчайского договора, Ильхам Алиев поехал в Москву, видимо, даже не зная, что это за дата, потому что он слишком увлечен тем, что Кремль построен Керемли, и он, видимо, не учел 22 число. Но не суть. А на следующий день началась война, собственно, между Россией и Украиной. Но наивно предполагать, что Ильхам Алиев об этом не знал. Я думаю, он об этом знал. Ну и, собственно, очень легко переметнулся на другую сторону. По-моему, как раз-таки началась война в тот же день, когда Алиев уже был в Москве. Он на день раньше приехал в Москву. Ну да, да, в ночь она там началась, да. То есть понятно, что он туда полетел с одной лишь только целью заручиться поддержкой Владимира Путина на тот случай, если у Ильхама Алиева возникнут внутренние проблемы в Азербайджане. Потому что внешних проблем у Азербайджана нет. Ему никакое государство не угрожает, кроме внутренней оппозиции. И, видимо, он получил какие-то гарантии взамен на, соответственно, лояльность вот сейчас в украинском конфликте. Я так думаю. Что касается Европы и Америки, ну можно другой вопрос задать. А за кого они когда-то вообще вступались? За Грузию в 2008, ну вот так же на уровне разговоров, резолюций, санкций. То есть они вводят санкции на бумаге, которые потом сами же отменяют. Что было в Арцахе, мы прекрасно знаем. То же НАТО бомбило Югославию в 1999 году, мы это тоже прекрасно знаем. Резня в Руанде, в Судане и все прочее, прочее. Никогда ни за кого никто не заступается. Я бы хотел еще один пример привести. Мне часто пишут, ну, знаем мое происхождение, мне часто пишут армянские фоллверы, читатели. Вот если бы у нас, у Армении был такой союзник, как США, если бы нас поддерживали Европа и Америка, мы бы победили. Я всегда им привожу очень интересный пример. Что, во-первых, за Израиль никто и никогда не воевал. Ни один иностранный солдат за все 80 лет штаны Израиля не воевал на стороне Израиля. Другое дело, что Израиль всегда проводил грамотную внешнюю и внутреннюю политику. Он всегда заранее просчитывал все варианты. И он более или менее был готов к существующим угрозам. Но в 73-м году, ну, это можно провести параллель, война судного дня в 73-м году в октябре и война в Карабахе в сентябре-октябре, начало ноября 2020-го. Все страны Европы, все отказали американским самолетам, которые везли закупленные Израилем вооружения. То есть у Израиля просто заканчивались боеприпасы. Ракеты, танковые снаряды просто заканчивались. Там воевали на два фронта, против Египта и Сирии. Ни одна европейская страна не согласилась предоставить аэродром до заправки американских транспортных самолетов. Просто в те годы, в 73-м году, не было таких транспортников, которые могли долететь из Америки до Израиля без дозаправки. Единственная страна, единственная, которая спонтанно вдруг согласилась, это была Португалия, где правил диктатор Салазар. И он согласился по одной простой причине. Он предоставил аэродром на Азорских островах для дозаправки, даже не в материковой части. И только лишь потому, что сотни израильских советников тренировали португальскую армию в Мозамбике и в Анголе, когда они воевали с народно-освободительными движениями. Но Израиль в этом тоже получался, особенно в Мозамбике. И, имея вот эти вот завязки, израильтяне смогли вот этого добиться. При этом Португалия была осуждена очень многими странами. А арабские страны вообще угрожали вести против Португалии эмбарго. Это по поводу друзей и союзников. Даже Германия, которая повинна в Холокосте, даже Германия отказалась предоставить свой аэродром. Поэтому Украина ничем не отличается. То же самое. Не защитишь сам себя, не защитит никто. Саш, знаешь, о чем я подумал? Вот Украина, вроде бы как она стремится к Европе, к демократии. Как можно дальше сбежать от совкового прошлого и все такое. И в то же время она как-то в последнее время лобызалась с диктаторами. В том числе вот с президентом Алиевым. Что может быть общего у Украины с Азербайджаном? Неужели только территориальный вопрос? Ну, территориальный вопрос это эмоциональный фактор, я бы сказал. Обычно эмоциональный фактор не является определяющим в политике. Я думаю, там две вещи. Во-первых, это инвестиции. Но не секрет, что Сакар очень сильно раскрутился на Украине. Заправки Сакара, там нефтеперегонные заводы Сакара, они там повсюду. И Сакар имеет огромное влияние в этой стране. И не секрет, что заместитель генерального прокурора Украины, который недавно подал отставку, буквально несколько месяцев назад, он родной брат, значит, генерального директора Сакара. А кому принадлежит Сакар, мы прекрасно знаем. То есть, они там везде. Сакар это довольно крупный инвестор, потому что это ведь не только нефть. Это и все сопутствующие индустрии и бизнесы. Второй момент это диверсификация поставок нефти и газа. Потому что, естественно, Россия имеет, скажем так, большие проблемы с Украиной по поводу этих поставок. Хотя много нефтепроводов, газопроводов идут через украинскую территорию. Уринблой, Ужгород, например. И все прочие. Но Украина хочет как-то отколоться от России в этом плане. И от России не зависеть. И в этом плане им как-то вот удобно работать через трубопровод Одесса-Броды. То есть, чтобы по трубопроводу Бакут-Белеси-Джейхан нефть шла в Грузию. Там грузилась на, значит, эти нефтяные танкеры. И дальше шла в Одессу. Ну и, собственно, это так и работало. Поэтому, ну нельзя забывать, что Азербайджан это довольно богатая страна с нищим народом. Но страна, у которой есть большие деньги, не готова инвестировать. То есть, все определяет это. Я вот не так давно общался, будучи в Египте, кстати, да, общался с одним дипломатом из одной из республик Средней Азии, кстати. С которым я познакомил один другой дипломат. И вот этот человек из Средней Азии, он сказал, что, в принципе, их с Азербайджаном, в общем-то, ничего и не связывает. Кроме одного. Азербайджан готов у них инвестировать в инфраструктуру. Тогда я спросил, а Армения? Он говорит, ну серьезно, а что нам может дать Армения? Что у них есть? Что они нам могут дать? Он сказал, что мы тоже страна, мягко говоря, небогатая. Мы тоже страна, но близкая к третьему миру. Нам нужны инвестиции. Нам нужны стабильные поставки нефти и газа. Нам нужны партнеры, которые нам принесут пользу. Что нам может принести Армения? Кроме того, что если мы будем иметь дела с Арменией, мы потеряем Азербайджан и Турцию. И, в общем-то, тоже не попишешь. Да. Все так и есть. Так и есть. Но они, я хочу сказать, в Египте тоже работают. Я там тоже много чего узнал. Но пока что почему-то удается им плохо в Египте работать. Азербайджану я имею в виду. Наверное, потому что, может быть, Египет меньше нуждается в их деньгах. Все-таки страна такая, у которой у самих немало денег. Но тоже с нищим населением. Кстати, скоро Абдельфутух Аль-Сиси летит с официальным визитом в Баку. Сейчас как раз идет согласование этого визита. Но, если честно, я не думаю, что этот визит будет иметь какое-то ключевое значение. Эти страны очень мало что связывают и не могут связывать. Обе страны поставщики нефти. Одни шииты, другие суниты, но это даже не главное. А дело в том, что у Египта достаточно плохие отношения с Турцией, которая поддерживает и продолжает поддерживать исламистские движения внутри Египта. Там те же братья-мусульмане. Ну, а Азербайджан рассматривается как их сателлит. Соответственно, выстраивать отношения с Азербайджаном, который не является самостоятельным игроком, является придатком Турции, Египту нет никакого интереса. Египет работает совершенно в другой команде. Египет – это завязка Саудовская Аравия, Эмираты, Израиль. И они даже ближе к Греции и Кипру. И, кстати, сейчас там активно идет раздел сфер влияния на Средиземном море. В Восточном Средиземном море там большие залежи нефти. И Египет с Израилем, с Кипром и с Грецией, они уже поделили сферу своего влияния, где идет нефтедобыча. А вот с Турцией они договориться на эту тему не могут. Потому что Турция претендует на территориальные вводы и Египта, и Израиля, и Кипра. И, соответственно, все это создает очень много проблем в их отношениях. Саша, скажи, ты вот во время войны в Арцахе, насколько я помню, ты находился там, в Армении тогда, в 20-м году. В 20-м году, нет? Нет, нет, нет. А мне казалось, что в 20-м... Мы когда с тобой виделись? В каком году это было? О, с Вадим. Или у меня уже память отшила? Нет, нет, я был в Австрии, когда началась война, я был в Австрии. Я собирался, я был в Израиле, я собирался лететь. Едва-едва началась война, я сразу полетел. Но когда я прилетел в Вену, это был рейс Остриан через Вену. Там отменили рейсы в Ереван, был такой период времени. И я застрял там более чем на месяц. То есть я приехал в Армению, когда война уже закончилась. А, это получается где-то декабрь или январь уже был, через месяц. Это было, да, это было ближе к Новому году, да, это был декабрь. Да, я же помню, что мы с тобой виделись, я просто не помню, в каком это месяце был. Мы с тобой в госпиталь тоже ходили. Вот скажи, ты какие-нибудь параллели видишь, вот похожие сценарии, сценарии того, что было в Арцахе и того, что происходит сейчас в Украине и России между этими двумя странами? В начале я думал, что это договорная война. Такая же договорная, как и была в Арцахе. Я имею в виду договорная не с жителями Арцаха, а договорная на совсем другом уровне. Да. Но на третий день войны на Украине я вдруг стал догадываться, что все пошло не по плану. Во-первых, я до сих пор не до конца понимаю, какие цели преследует Российская Федерация. То есть я говорю чисто в стратегическом плане. Я сейчас не хочу говорить, кто прав и кто виноват, поскольку мы все знаем, кто прав и кто не прав. Я не хочу это обсуждать. Но я не понимаю в стратегическом плане, как человек, который три года служил в израильской армии, человек, который много читал, много всего знает. Я не понимаю цель. То есть какая цель? Я так предполагал вначале, что цель была немножечко надавить на Украину, немножечко напугать, немножко. В рамках, так сказать, разумного. И потом испугавшееся украинское руководство, видимо, пойдет на какой-то договор. То есть, видимо, такая цель была изначально. Но внезапно все повернулось не так, как надо. Во-первых, Украина не пошла ни на какой договор. И, насколько я знаю, Зеленский сегодня заявил, что будут сражаться до последней капли крови. Я думаю, это не входило в планы Российской Федерации. Я думаю, вот это кровопролитие, оно вообще не предполагалось в таком масштабе. И получается, что, видимо, Украина получила какие-то реальные или выдуманные гарантии от Запада. Ну, не секрет, что сейчас активно идет через западную границу Украины поставки вооружений. Активно. То есть каждый день там идут автоколонны с оружием для Украины. И, естественно, колонны с оружием идут не для того, чтобы их складировать на складе. Они идут, чтобы их сразу бросить в бой. И это указывает на то, что Россия увязла на Украине всерьез. Все-таки Украина – это не Грузия. Это не 30 километров до Тбилиси, которые можно было пройти, имея плацдармы. Это самая большая страна Европы. Это огромные расстояния. Это плохие дороги. Это большое население 40-миллионное. И это готовность, судя по всему, ну, в общем, отстаивать. Вот ты рассказываешь, к моему стыду я ни разу не бывал на Украине. Никогда. Прекрасная страна. Хотя она от меня 70 километров. Прекрасная страна, Вадим, серьезно. Но тоже нельзя забывать, что Украина вообще, скажем так, государство новое. Вот в этих вот границах не секрет, что это государство новое. Они получили Львов от Польши, Черновцы от Румынии, Закарпаттия, естественно, от Чехословакии, Венгрии и все прочее. Да, ну и, соответственно, очень многие регионы в восточной части Украины много раз переделывались между Россией и Украиной. Но страна очень интересна. Рекомендую, когда все это закончится, там побывать. Слушай, вот я порой, бывает, начитаюсь, наслушаюсь, что Украина соткана, там Россия подарила то-то, Польша подарила то-то, Казахстану подарили эти земли. Думаю, почему всем всегда все дарили, а Армению постоянно раздербанивали и дарили другим, из-за чего вот такой вот маленький брусочек остался, если посмотреть на карту. Вот как так получилось? С одной стороны, вроде бы, армяне, они такие постоянные какие-то союзники России. Чего бы там не было. Я не скажу, что это хорошо или плохо. Я говорю так, как есть. Вот даже сейчас включить телевизор, что не политолог, что не журналист, там каждый третий, с армянской фамилией. Вряд ли там азербайджанцев встретишь или еще кого-то. И тем не менее ее дербанят и раздаривают другим. А вот Украина такая огромная соткана из одних только подарков. Ну и что происходит, сами видим. Ну, Вадим, ты лучше меня знаешь историю. Ну, подарком я бы не назвал последствия Второй мировой войны. То есть в составе Советского Союза Украина, как часть Советского Союза, получила территории, которыми не владела перед войной. То есть без Второй мировой войны Украина не получила бы всю западную часть. То есть сегодня ни Ивано-Франковск, ни Львов, ни Ужгород, ни Черновцы не были частью Украины. То есть это все было, как говорится... Даже тут речь не только об Украине. Взять тот же Казахстан. А Оренбург был столицей Казахстана. Ты это знал? Ну, смотри, в советское время эти границы никого не интересовали. Какое имело значение Казахстан, не Казахстан? Я вот, например, родился в Екатеринбурге. Я помню прекрасно, когда я еще был маленький, мы с папой на Жигулях ездили в Кустанай. Там вокруг Кустаная было много озер. И мы там с папой рыбачили. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, когда мне было там 7-8-9 лет, что для меня был Казахстан. Да ничего. То есть я просто помню, что мы говорили Казахстан. А что Казахстан? Караси. И там очень вкусные карасири, озерные, речные. Самое главное, да, лещ, караси там и все прочее. То есть в то время это не имело никакого значения. Вот взять, например, спорную дорогу от Гориса до Капана, которую сейчас раздербанили абсолютно. В советское время ее действительно построили таким образом, что не учли административную границу между Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Действительно, зачем это надо было учитывать? Тут, насколько я помню, поправь меня, если я ошибаюсь, строительством дорог занималось, грубо говоря, ну от Москвы все это шло. Как это называлось? Ну, понятное дело, конечно. Что-то вот в этом духе. То есть они это все определяли, москвичи там все это заверяли и так далее. Но кому бы пришло в голову, что, например, трасса прошла на 200 метров вглубь Азербайджанской ССР или, на порог, на 500 метров вглубь Армянской. Да никому такое в голову не пришло. А потом, когда Союз распался, соответственно, все это стало большой проблемой. Но ты прекрасно знаешь, что проблема эта стала не только в Армении, а в Грузии что? Южная Осетия? Да, дорожная такая проблема после развала СССР была практически во всех республиках. А Таджикистан? Таджикистан? Да, да, да. Да, вот я знаю, ты недавно был, ну, недавно, год назад ты был, у тебя были репортажи там, связаны с армянской тематикой из Средней Азии. Я прекрасно помню 2005 год, когда я сел на поезд из Душанбе в Худжанг. То есть ты уже представляешь, что это такое. То есть там прямой железной дороги нет, потому что там идет перевал высотой 4000 метров. То есть этот поезд заходил в Узбекистан, потом проходил через Туркменистан, потом поворачивал на север, шел на Бухару, Самарканд, Ташкент. И только потом он заезжал. То есть для того, чтобы по прямой линии от Душанбе до Худжанта было, ну, порядка 250 километров прямо. При этом поезд ехал 20 часов. Проезжает три государства. И на каждой таможне людей вымогали деньги, проверяли, обыскивали и ставили печать в паспорт. У меня до сих пор есть туркменская печать 2005 года. То есть виза уже была нужна, но если ты на поезде, то не нужна. Ну, сейчас уже и поезда такого нет. Сейчас уже не ходят поезда из Худжанта до Худжанга. Многие люди по этим временам тоскуют. Скажи, Саш, как тебе мысль о воссоздании СССР, о чем сейчас очень часто говорят? Во всяком случае в России. Ну, тут надо задать вопрос, кому это нужно? Ну, а в России это не нужно? Вот на мой субъективный взгляд, цель любого государства это развитие экономики, это высокий уровень жизни и это дальнейшее развитие перспективы. Это стабильность. Для того, чтобы у России были перспективы, уровень жизни и стабильность, для этого не нужно воссоздавать Советский Союз. Ну, во-первых, не секрет, что большинство республик Советского Союза были дотационными. Большинство республик, скажем, Средней Азии, та же Киргизия, Таджикистан и все прочее, они всегда были дотационными. Та же Молдова, например. То есть вот все вот это подтягивать под себя для того, чтобы быть опять великой державой, я не уверен, что это нужно. Например, Сингапур, очень маленькая страна, но очень счастливая страна. Дай бог нам жить хотя бы в половину, как живет Сингапур. Да. Поэтому я считаю, что размер территории не имеет никакого значения. При том, если идет война, идет кровопролитие, разруха, нестабильность, в полном все развале, их, я извиняюсь за это выражение, в ахуе. Поэтому объединение земель русских, я считаю, что это что-то очень эмоциональное, абстрактное и совершенно ненужное для любого народа, для российского в первую очередь. Ну а что для тебя тогда русский мир? Что подразумевает под русским миром? Знаешь, я вот немножко со стороны зайду, как восточные люди делают, да? Вот есть такая вещь, ты знаешь, называется Британский совет, который представлен практически во всех странах мира. Даже я еще, живя еще в России, да, в Екатеринбурге при британском посольстве был Британский совет, в который можно было приходить, читать книги, там в ту пору был бесплатный интернет, когда дома это была проблема, и там через модем все это набиралось, там были курсы английского языка, там были разные занятия и так далее, и так далее. То есть это было абсолютно бесплатно. И туда ходило очень-очень много людей, туда была буквально проблема записаться. И Британия по всему миру держит вот такие вот вещи. То есть Британия инвестирует в то, чтобы английский мир, он сохранялся, несмотря на то, что империи больше не существует как таковой. И он, кстати, сохраняется. И как английский язык повсеместно, и как страны, которые входят, скажем так, в сферу влияния Великобритании, которая размеров с Московской области всего-навсего, да, но взять ту же Индию, Южную Африку, Канаду, Штаты и так далее, и так далее. То есть я считаю, что для того, чтобы русский мир, он существовал, это не вопрос территории, это вопрос грамотной политики, это вопрос поддержания и развития русского языка, хотя бы на постсоветском пространстве. Но ведь в это ничего не инвестируется. Абсолютно ничего. Это привлечение, скажем, иностранных студентов обучаться в России. Это возможности для заработка в России, для перспектив. Но что сегодня происходит? То есть Россия сегодня для жителей республик, но в основном это место, куда могут поехать, ну, скажем так, люди. Я не хочу сейчас никого обижать, вот я сейчас скажу такую вещь, и кто-нибудь скажет, вот, лапшин договаривает. Но сегодня для жителей большинства республик Россия это место заработка для, ну, в основном, необразованной рабочей силы, да. Я прекрасно знаю, сейчас кто-нибудь скажет, что он там инженер высокого класса и устроился в Газпром. Я знаю, что таких людей тоже достаточно. Целый один процент, а может два. Но в основном это неквалифицированная рабочая сила. При том, что в Англию едут не чернорабочие, туда уезжают лучшие инженеры, врачи, юристы. Туда уезжают лучшие, а в Россию приезжают чернорабочие. И таким образом русский мир не поднять. То есть пока Россия не будет страной, где хочется жить, где можно зарабатывать, где стабильность, где развитая медицина, образование, и нет войны, вот пока вот этого не будет, русский мир будет просто абстракцией. Ну, русский мир, он какой-то такой, немножко непонятный. С одной стороны, Россия вроде бы как призывает под свое крыло все бывшие советские республики. С другой стороны, все-таки, ну что греха таить. Есть такой русский шовинизм. Взять тех же вот, о которых мы говорим, приезжают из тех же республик, выполняют самую черную работу, самую малооплачиваемую, но тем не менее, им тоже не все рады. И не дай бог, они совершают какой-нибудь криминал, там уже чуть ли не межгосударственный скандал случается. Ну, давайте честно, да? Какое бывает? Достаточно часто. Это правда. В России очень четкое разделение свои и не свои. Например, в США эмигрировавший человек, неважно, он эмигрировал из Армении, из Аргентины, из Израиля там, или из Японии, неважно. Как только он приехал туда и получил все права, он американец. Никто не может ему сказать, а вот ты вот такой вот, оттуда ты приехал, возвращайся назад. Ну, дело даже не в том, скажет ему кто-то или не скажет. Дело в том, кем он себя чувствует сам. Скажем так, абсолютное большинство моих армянских друзей, которые, армяне из Армении, имею в виду, я не говорю про армян, которые там в 25-м поколении живут в Москве, на улице Тверской в бабушкиной квартире. То есть я не про этих говорю, да? Я говорю именно вот про армян из Армении. Большинство из которых получили спустя какое-то время российские паспорта. И казалось бы, вы россияне, но они не россияне, да? У них есть российские паспорта, но они не стали россиянами и не потому, что они плохие люди, да? Или недостойные, а потому что Россия не дает им стать россиянами. Потому что для России не важно, какой у него паспорт, российский или не российский, он для них понаехавший. В Армении, извиняюсь, в Америке, например, в любой стране массовой эмиграции такого нет. Если ты на законных оснований приехал, все, ты человек с равными правами, с женом, который там родился, все, международный момент, никакой разницы. И это вбивается в голову любому эмигранту, неважно с каким акцентом ты говоришь, на каком языке, там на английском. Ты американец, а в России такого нет. И поэтому армяне, прожившие, не только армяне, да и остальные, не знаю, таджики, прожившие в России 20 лет, остаются таджиками. Они продолжают себя чувствовать таджиками, они продолжают испытывать на себе ну некую такую, ну как люди второго сорта, скажем так. Вот даже мы с тобой... То есть смирились? Ну как бы смирились, ну да. Ну ты родился, допустим, не в России, но неважно. Так и есть. Ну да. Ну ты родился в Советском Союзе. Я родился и в Советском Союзе, и в Российской Федеративно-Социалистической Республике, в промышленном городе Свергловск. И в смешанной семье там русско-еврейской, да. Но при всем при этом, даже я, человек, для которого русский был родным языком, человек, который вырос среди русских и татанов, русско-татарский город, русско-татарско-башкирский, человек, который, да и евреев-то, кроме моей мамы и бабушки, особо-то не встречал и тети. То есть, я не жил никогда в еврейской среде, но мне всегда давали понять, что хороший ты парень, ну вот, как говорится, да. Но Россию мы все-таки разорвали. Поэтому я могу представить, как себя чувствуют те, кто там не родились и приехали, когда им было, например, 20 или 30 лет. Саш, вернемся к событиям. Ну, что ты чувствуешь, я уже понял, ты уже сказал. А что чувствует твой друг сейчас по поводу того, что происходит? То есть, он, с одной стороны, клялся в дружбе и в любви к Украине и в то же время прибыл в Москву и тут такие союзнические договоры подписывают. вот как думаешь, что он сейчас чувствует? Как ему быть? Что бы ты ему порекомендовал? Я думаю, он к тебе прислушается, потому что он следит за тобой, им очень интересна твоя деятельность и порекомендуй. Есть такая поговорка, ты человек, который прекрасно знает востоковедение, не понаслышке. ты знаешь, есть арабская поговорка, когда шел верблюд через пустыню и там был ручей, и он видел на берегу ручей сидит скорпион, и он говорит скорпиону, и скорпиону точнее просят, что брат верблюд, перевези меня на ту сторону, я плавать не умею, я утону. Верблюд говорит, брат, ты же меня укусишь, ты же скорпион. Он говорит, ну ты что, да я тебе был по кругу жизни благодарен, другом буду, не забуду. Но верблюд его перевозит на тот берег, скорпион его кусает за шею, умирающий верблюд спрашивает, скорпион, за что, я же тебе помог. Он говорит, а восток, дело тонкое. Ильхам Гейгар в общем-то ничем от этого скорпиона не отличается, как и все такие, как он. Все эти Каддафи, Саддамы и все, и же с ними, да, вся эта публика. Поэтому для него моральных принципов нет абсолютно никаких, но моральных принципов нет не только. Для Ильхама их в принципе не существует в политике, да. Но тут еще политика с примесью, скажем так, советского ислама. Вот я люблю термин советский ислам, то есть есть традиционный ислам, да, вот люди нормальные, верующие, там ездят на хадж. Я с глубоким уважением отношусь к традиционному исламу, но к советскому исламу я отношусь плохо. То есть это люди, которые себя называют мусульманами, но таковыми не являются, эксплуатируют религиозную тему для того, чтобы в ежовых рукавицах держать свой необразованный народ. Вот это называется Азербайджан, советская исламская республика. Еще раз повторюсь, отношусь к мусульманам, но то, что там это не ислам, Ильхам и ислам. И соответственно, они просто пользуются, они выжимают все, что только можно выжить и потом тут же перекидываются на другую сторону. В этом нет ничего странного. Кстати, вот интересная вещь есть. Я же недавно был в Арцахе в очередной раз, просто у меня в одиннадцатом году, я там побывал, в шестнадцатом меня арестовали, держали в тюрьме, забили до полусмерти, отпустили и потом я выбил в суд в Странбурге и Азербайджан был признан страной, которая незаконно меня арестовала, пытала и совершила покушение на убийство. Но это известное дело и в мае двадцать первого года Европейский суд вынес решение и им должны тридцать тысяч евро перечислить в Арцах банк. Но я считаю, что это красивый ход. То есть, за поездку в Арцах арестовали, туда и деньги перечислили. Ну, я всерьез не думаю, что они будут перечислять, но это даже не важно. Важен сам факт унижения, чтобы они испытали. Как мне кажется, тебе особо-то их денег-то и не хочется. Вот ты на какой-то принцип просто идешь. Потому что, если бы ты хотел бы с них денег, ты бы придумал какой-нибудь другой банк. И уже, может быть, получил бы. С точки зрения закона я могу открывать счет абсолютно в любом банке. И никто не может мне указывать, в каком банке открывать счет. Мне нравится Арцах банк, я открываю в любом счет. То есть, Азербайджан не может не выплачивать на основании того, что Арцах банк начинается на букву А. Или ему что-то там не нравится. Но вот в этом я вижу такой некий ход, который приведет к тому, что Азербайджану придется отбиваться от многочисленных жалоб по неисполнению решений европейского суда, и Совета Европы. То есть, я их, собственно, к этому тяну. Вот. Но возвращаясь, собственно, к нашему разговору. И что получилось с моей поездкой? При том, что все СМИ Азербайджана там галдят, пытаясь перекричать друг друга. Вот, такой страшный лапшин, мы его держали в тюрьме, что он там должен был, значит, сидеть, бояться, а он взял снова поехал в Карабах. Давайте его снова поймаем. Но есть одна проблема. Я тоже в значительной степени восточный человек, но восточный по-другому. Я не исповедую советский ислам. Я человек из еврейской семьи, который совершенно по-другому смотрит на мир и просчитывает свои шаги на 25 шагов вперед Азербайджана. И, соответственно, я понимаю, что сейчас формально обвинить меня в том, что я незаконно ехал в Карабах, я говорю формально, они не могут, потому что 9 ноября они сами же подписали договор трехсторонний о том, что Россия берет под контроль Лачинский коридор и обеспечивает порядок и безопасность на территории РМК, вот этого миротворческого контингента. Соответственно, если я туда попадаю, я туда попадаю по разрешению российского миротворческого контингента и ни у кого другого я не обязан спрашивать разрешение. То есть, обвинив меня в незаконной поездке, я не тем самым поставил под вопрос собственную подпись президента, которую он поставил 9 ноября. И, в принципе, ну, учитывая, что они люди, ну, скажем так, не очень умные, не очень прагматичные, я вполне допускаю, что они попытаются эту тему раскрутить с какими-то розысками, но будет очень смешно, когда их, скажем, укажут на их место, сославшись на договор от 9 ноября. Поэтому, да, мы куда-то уже ушли очень далеко. Да, Вадим. Ну, да, я тебя понял. Ну, как тебе сегодняшний Арцах? Где ты там успел побывать? Ты знаешь, я там побывал везде, где только можно побывать. Мы по вот маленькому огрызочку Арцаха, который остался, накрутили где-то примерно тысячу километров. Это очень много. Это мы просто его весь исколесили от Мартуни до Мартокерта, до каких-то отдаленных сел в горах. И Сарсаганская, кажется, водохранилище там. Сарсанская, да. Сарсанская, где Амравский хребет. И, в общем, очень много где побывали. Знаешь, у меня двоякое ощущение. С одной стороны, я ждал, ну, какую-то такую страшную разрушенную зону отчуждения, сталкеровскую, что-то вот такое. А ничего подобного я не увидел. Я увидел цветущий Степанакерт, в котором найти следы войны вообще надо постараться. То есть, я спрашивал у друзей, а остались вообще разрушения. И эти друзья меня долго-долго видели. Мортуни, по-моему, в основном. В Мортуни тоже очень мало осталось разрушений, очень мало. Потому что, когда я был, там еще много было. А это все заделывают. Там прекрасные дороги в Арцахе, намного лучше, чем в Армении. Там, например, в Армении практически нигде не встретишь освещение освещение на дорогах. В Арцахе оно есть. Цветущий Степанакерт. Газификация там во всех селах. Скажем так, в среднем, я бы сказал, что, несмотря на войну, несмотря на все пережитые трагедии, Арцах выглядит лучше, чем выглядит армянская провинция. А если сравнивать тут конкретно Степанакерт, то я бы сказал, что это, наверное, самый богатый город Армении считался бы. Ну, после Еревана. По крайней мере, он гораздо лучше выглядит и Гюмрей, и Ванадзора, и всех прочих. То есть, видно, что вкладываются деньги и, возможно, не только армянские. А поскольку там сейчас размещено несколько тысяч российских военнослужащих, плюсом к ним несколько тысяч членов их семей, а это все люди довольно, ну, по армянским меркам обеспечены, то есть, не секрет, что зарплаты офицеров, солдат российского контингента минимум 100 тысяч рублей в месяц, а в среднем ближе к 150-200. То есть, это те люди, которые прекрасно обеспечивают заполняемость и панакерских ресторанов. Ты, кстати, общался с ним, с миротворцами? Честно говоря, вот только в рамках моей поездки. Естественно, их зарплату я с ними не обсуждал. Но я общался с другими людьми в Арцахе, которые просто вот в теме и знают, что там происходит. Я там слышал очень много интересных историй, что Россия закрепилась всерьез и надолго. И в целом, по моим впечатлениям, опять же, возможно, найдутся люди, которые скажут, что я ничего не понял, они с теми общался и так далее. Но из того, что я понял, что жители Арцаха уже не ждут ничего от Армении, не рассчитывают на Армении, себя чувствуют, скажем так, больше россиянами, чем армянами. Я имею в виду, чем гражданами Армении. То есть, не пока армянские паспорта, но я так предполагаю, что там сработает Абхазо-Осетинский сценарий с раздачей российских паспортов через какое-то время. Но это может случиться скоро, а может случиться и не скоро, зависит от поведения Азербайджана. Ну, потому что, как мы помним, паспорта Абхазам стали раздавать не в 93-м году, когда вот там Етва-2 закончилась, эта капитальная война, а раздавать стали примерно лет через 10 после этого, когда Грузия пошла не тем путем. То есть, это некий такой инструмент давления будет на Азербайджан. А после того, как карабахцы получат российские паспорта, то Россия, в общем, будет обязана как-то обеспечивать их безопасность. И, в свою очередь, я не уверен, что Азербайджану нужно 150 тысяч граждан России, которых не тронет. Поэтому, я считаю, что... Я удивлен, есть ли сценарий именно такой, зачем Путин отдал Карвачарский район? Это огромная территория, соединяющая Армению с Арцахом. Ну, просто, действительно, это огромная территория, как бы, кислород, скажем, для Арцаха. Зачем тогда нужно было отдавать этот район? Смотри, я думаю... Тем более, его никто-то не завоевывал. Это понятно. Я думаю, и, возможно, я даже ошибаюсь, что схема была такая. Россия искала повод войти в Карабах и закрепиться в 30 километрах от трубопровода Бакхут-Билиси-Джейхан, что, собственно, сегодня я не имею. Теперь, как это можно было сделать? Это сделать можно было, скажем, в составе миротворческой миссии, но миротворческая миссия подразумевает, что все стороны с этой миссией согласны и, соответственно, нужно было согласие и Армении, и Азербайджана, и, возможно, каких-то еще других сторон. Возможно, хотя Турция в этом и не участвовала, но, возможно, и негласное согласие Турции. Теперь, как можно было заручиться поддержкой Азербайджана, не вернув им Карвачарский район? То есть, это все-таки район Азербайджанской ССР, на который Армения никогда не претендовала, а Азербайджан претендовал всегда. Ну, как бы грустно это не звучало, но это была территория Азербайджана, которая просто использовалась Армении как буферная зона. Но просто не было выбора, если бы Россия поставила условия сохранить под армянским контролем Карвачарский район, возможно, Азербайджан бы отказался подписывать то соглашение 9 ноября. А Турция поддержала бы в этом Азербайджан, и война могла еще продолжаться долго. И вопрос, смогла бы армянская сторона удержать, например, Степанакерд, или бы он тоже пал. Поскольку, вот, насколько я знаю, насколько я слышал, после того, как взяли Шуши, не будем сейчас говорить, взяли его, скажем так, без боя, или взяли его с боем, дело не в этом даже. Дело в том, что там находилась такая группировка азербайджанской армии, которая могла в Степанакерд войти в течение нескольких часов. Причем, Степанакерд охраняла несколько сотен бойцов. Они просто бы не удержали оборону. То есть, пал бы Степанакерд, и, соответственно, не захватили бы все. Или, по крайней мере, большую часть. И дело, опять же, не в том, что захватили бы или не захватили. России не надо было, чтобы захватили, потому что Россия хотела туда войти и закрепиться. Если бы азербайджанцы взяли Степанакерд, они бы отрезали Россию, возможно, закрепиться в Карабахе. Соответственно, это была та ситуация, которая устраивала Азербайджан, полностью устраивала Россию, худо-бедно устраивала Турцию, а у Армении просто не было выбора. В России для того, чтобы разместить свои базы, Карвачарский район не нужен. Им достаточно Степанакерда и Аскерава. Саша, я знаю, ты скоро снова отправляешься в Европу. Да. По своим азербайджанским делам. Чего ожидаешь? Какие у тебя будут встречи там? Знаешь, жизнь делает нас большими циниками и я опять же издалека зайду и видя, что происходит с Украиной и видя, что кому она только не обращалась и поддержка исключительно формальная, я понимаю, что не только Арцах меркнет на фоне всего этого, о чем мы говорим, если в общем даже на Украину всем наплевать, да, какой тут Арцах и тем более о чем вообще могу говорить я, где я и... Хотя это центр Европы. Да, это центр Европы, да. То есть я прекрасно понимаю, что от того, что я езжу, встречаюсь, пишу, выступаю, глобально это не изменит расклад сил в регионе, абсолютно не изменит. Но, знаешь, есть такое выражение вот на иврите, если по-русски перевести, ну, примерно как вот волосы на лице растут, но это не значит, что надо прекратить бриться, понимаешь? То есть если делать что-то, должен и будь что будет, то есть я знаю, что я действую, я вношу свой определенный вклад, свою лепту в определенную деятельность, которую я считаю правильной и справедливой. Я считаю, что дело Армении, оно правильно, оно справедливое. Дело не потому, что Армяне на букву А называются, ну, если правильно, то на букву Ахай Астан, там Ахай Астан, вот, но не важно. А просто я считаю, что в данной ситуации я должен это делать, я знаю, что то, что я делаю, это ценится. Мне приятно, что я встречаю в Ереване, и не только в Ереване, я могу идти в Париже, и ко мне подходят просто люди, незнакомые, да, оказывается, это армяне, которые говорят спасибо. Я всегда говорю, ну, смотрите, я же ничего не добился. И они мне всегда говорят так, а дело не в том, добился ты, не добился. Ты наш, ты сражаешься за нас. Твоя победа, наша победа, наша победа, твоя победа. Понимаешь, я считаю, что это важно. Да, конечно, это тоже важно. Ну, я хотел бы обратиться еще, мы с Сашей, кстати, не обговаривали ничего из того, о чем мы сейчас говорим, а уж это тем более. Саше нужно будет помочь, и поэтому, кстати говоря, вы можете посмотреть то, что он наснимал на своем канале. Саша, как у тебя канал называется, я забыл. Просто нужно в Ютубе написать Александр Лапшин, да, и он выйдет. Я просто подписан, но забыл, как он называть. По-моему, так и называется, Александр Лапшин. Ты знаешь, как я сам себя нахожу, когда вот я захожу что-то опубликовать? Я пишу в поиске Ютуба Александр Лапшин, и он мне выдает. Я пишу в поиске Ютуба. тебе, наверное, в этом случае повезло, потому что, когда я пишу Вадима Рутюнов, там в основном выдают фотографии, которые мои хейтеры что-то размещают обо мне или пишут. это как бальзам, это как бальзам на душу. Если у меня бессонница, я прочитаю о себе какую-то небылицу, и потом на сон давит, и я сплю. Но это я так, немножко абстрагировался от темы. Хочу продолжить, значит, мысль, если у кого-то есть возможность, а возможность, я знаю, есть у каждого из вас, помогите Саше, потому что он очень будет нуждаться вашей помощи. Он там обо всем расскажет, посмотрите его выпуск по поводу предстоящей поездки. Еще раз говорю, помощь не заключается в 100 долларах, 50 долларах, это может быть и 10 долларов, и 5 долларов, потому что, вы знаете, я вот по себе знаю, что бывает, когда по малу, но это нужнее, чем 3-4 человека по 100 долларов. Понимаете, да? Поэтому здесь очень важно тоже ваше участие. Человек занимается и борется, можно сказать, в одиночку. И это в наших же тоже интересах. Саша нам давно стал другом, а не просто блогером. Саш, да, спасибо тебе, спасибо тебе, что у тебя, тебе сейчас не до всего этого, я знаю, у тебя свои заботы, но тем не менее, мы с тобой поговорили, а поговорить мы с тобой не могли, потому что и тебя, естественно, и меня тоже волнует эта тема, что происходит сейчас между Россией и Украиной, и я тоже в это не верил до последнего, что такое может произойти. И с военными я даже разговаривал, я не знаю, может, они сами об этом не знали, но они были достаточно убедительны, когда они говорили, что никто не собирается нападать на Украину. И я в это верил. Ну, случилось то, что случилось, остается только нам всем молиться, я не знаю, верующим, атеистам не молиться, но как-то прикладывать максимум усилий того, чтобы все это быстрее закончилось. И если вы вообще не будете прикладывать ничего, никаких усилий, может быть, даже вы этим больше поможете, чем вы будете писать или говорить какие-то гадости в адрес одного народа и в адрес другого народа. Потому что чем больше это будет продолжаться, тем больше будет гибели, гибели молодых людей, простых людей, мирных людей. Я никогда не поверю, что в войне погибают только военные, вот там какую-то точку У, точку Б, раскидали, там были снаряды, погибли только военные, никогда в это не поверю. Обязательно в каждой войне погибают и мирные люди. Это может быть сделано даже не со злорадством, как бы, но оно есть. И все мы это знаем, и дураков нет, понятное дело. Поэтому, ребята, все-таки еще раз вас попрошу, будьте осторожны, в своих словах и выражениях. Политики приходят, уходят, а нам еще жить, нам еще жить, дружить. У каждого из нас есть друзья, родственники, и там, и там, да и в других тоже республиках. Давайте все-таки во имя, может быть, наших дедушек, наших отцов, которые воевали вместе против нацизма, против фашизма, все-таки, мы будем умнее и не давать вольности своим действиям, хотя бы во имя наших отцов, наших дедушек. Я думаю, если бы они сейчас видели то, что происходит, понимаете, да? Далее промолчу. Еще раз спасибо большое, Саша, что мы снова поговорили, ну и до встречи с тобой либо в Германии, либо в Ереване. Спасибо, Вадим, с удовольствием. До свидания. До свидания.